Вошло очередное заседание правительства. В повестку дня вошло более 20 вопросов. Помимо социальных, кабинет министров рассмотрел ряд других вопросов, касающихся земельных отношений и предстоящего отопительного сезона. Все подробности в материале Александра Охлопковой. Сегодня правительство Якутии рассмотрело вопрос об оказании адресной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории Якутии. Бюджет республики предусматривает оказание определенной единовременной материальной помощи на обследование и лечение как по территории республики, так и за пределы. Кроме того, положение подразумевает оказание материальной помощи также малоимущим гражданам в части приобретения определенных лекарств. Кроме этого, предоставляется материальная помощь на питание, проживание гемодиализным, больных гемодиализом. Также правительство республики планирует оказать финансовую поддержку гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Размеры компенсации равны от 1 до 5 прожиточного минимума. Только за полугодие эту помощь получили более 400 человек. Как вы знаете, у нас в последнее время бывают очень часто такие стихийные действия, как пожары. Граждане лишаются практически все своего имущества, и автоматические органы управления соцзащитой на местах под это положение могут оказывать им определенную материальную помощь по компенсации утраченного имущества. Объем финансирования 170 миллионов рублей. Полное все хватает, в бюджете эти деньги есть, проблем нет. В Якутии принимаются меры по повышению качества общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня были рассмотрены дополнения в план мероприятий, направленный на развитие общественного контроля в сфере ЖКХ. В текущем постановлении принято решение по 35 муниципальным образованиям на сумму 102 миллиона рублей. Устройство предусматривает, там несколько видов работ предусматривается. Конечно, это ремонт дорожного полотна, это работы по благоустройству парковых зон, зон отдыха, населения, строительство спортивных площадок, строительство детских площадок, все то, что улучшает комфортное проживание наших жителей. Также Кабмин утвердил проект закона о внесении изменений в земельный кодекс. При использовании участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель или неиспользованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, увеличится размер земельного налога. В настоящее время действующая ставка для всех землепользователей сельхоземель установлена в размере 0,3% от кадастровой стоимости. В случае принятия федерального закона по нашей инициативе ставка земельного налога в отношении таких землепользователей повысится до 1,5% от кадастровой стоимости. Помимо этих вопросов, Кабинет министров также рассмотрел вопрос о наделении полномочий муниципалитетов по предоставлению педагогическим работникам компенсации расходов по оплате жилых помещений, отоплений и освещения. На эти цели из госбюджета в этом году направлено порядка 400 миллионов рублей. Александра Хлопкова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.